Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Детском историческом музее. Предлагаем поговорить вам о том, какую роль играют книги в нашей жизни, как рассказывают об исторических событиях. Сейчас мы с вами находимся в кабинете музейного историка. Среди археологических находок, старинных предметов здесь можно найти большое количество книг. Но вот на столе музейного историка для нас оставили необычный предмет. Может быть, вы сразу догадаетесь, что это такое. Но если не догадались, я вам подскажу. Это простой самодельный деревянный портфельчик. Именно с таким сельские ребятишки ходили в школу. Для нас в этом портфеле оставили книгу. Лев Николаевич Толстой. Рассказы для детей. И сегодня мы начнем с рассказа, который называется «Филиппок». Был мальчик. Звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему, куда ты, Филиппок, собрался. В школу. Ты еще мал, не ходи. И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на паденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел. Взял старую, отцовскую. И пошел в школу. Школа была за селом, у церкви. Когда Филиппок шел по своей слободе, собаки не трогали его. Они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла. А за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак. И Филиппок пошел в школу. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, а учитель в красном шарфе ходил посередине. Ты что? Закричал он на Филипка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. Да ты кто? Филиппок молчал. Или ты не мой? Филиппок так напугался, что говорить не мог. Ну так идти домой, коли говорить не хочешь. А Филиппок рад бы что сказать. Да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Ну ладно, садись. А я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу. Учитель стал показывать Филиппку буквы. А Филиппок их уже знал и немножко читать умел. Ну-ка, сложи свое имя. Филиппок сказал. Хве-и-хви-ле-и-ли-пе-о-пок. Получилось вот как. Рассказ о Филиппке это был. И действительно, Лев Николаевич Толстой не понаслышке знал о жизни сельских ребятишек. И в своем имении Ясная Поляна открыл бесплатную школу, где обучал крестьянских детей. И рассказы для них писал сам. Учиться, конечно, грамоте было нелегко. Но если ребенок очень стремился, учился хорошо, то после сельской школы мог поступить и в городскую гимназию. И сменить деревянный портфельчик на кожаный. Гарин Михайлов. Детство Темы. Поступление в гимназию. Еще год прошел, подоспела гимназия. Тема держал в первый класс и выдержал. Маленькому Теме предстояло сдать четыре экзамена, чтобы его приняли в гимназию. Арифметика, русская словесность, иностранный язык и закон Божий. Накануне начала уроков Тема в первый раз одел форму. Это был счастливый день. Все смотрели и говорили, что форма ему очень идет. Тема шел сияющий и счастливый. Было августовское воскресенье. Яркие лучи заливали сверху глаза и тонули в мягкой синеве чистого неба. Акации окаймляли кладбищенскую стену, точно спали в сиянии веселого ласкового дня. Было жарко, и Тема отправился с приятелями купаться, а форму оставил на берегу. И форму у Темы украли. Это послужило причиной тому, что пока родители шили новую форму, Тема опоздал к началу учебного года. И когда он явился в класс, осталась только последняя парта и место именно там, рядом со второгодником Вахновым, который был изрядным хулиганом. И когда Тема сел рядом с ним, он уколол его булавкой. Тема от неожиданности ударил хулигана. И это привлекло внимание классного надзирателя, ведь устав гимназии категорически запрещал драться. Теме бы сказать, что одноклассник уколол его, но он воспитан папой-генералом. И папа запрещал ему выдавать товарищей. Так Тема оказался во всем виноват. В тот же день его доставили домой к родителям, а родителей пригласили к директору. Господин во фраке, сам директор, принял их в своей гостиной. Сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного человека. Горячий пыл матери разбился о нервный, но сдержанный и сухой тон директора. Он деликатно, терпеливо слушал ее взгляды на воспитание, какие именно цели она преследовала, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного пренебрежения к словам матери. А когда она кончила, как-то нехотя начал свою речь. Закончил же он ее так. С момента его поступления ребенок должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит теперь к его новым руководителям. Тему не исключили из гимназии, но, правда, наказали. Двухнедельному аресту приговорили. Что это такое? Вы сможете узнать у нас в детском историческом музее. Когда придете к нам на занятия традицией старой гимназии. В этот же год старшая сестра Тема и Зина тоже поступила в гимназию. Зина в форменном коричневом платье, в белой пелеринке, сидела за чайным столом с утра и пила молоко. И что-то тихо бурчало себе под нос, постоянно заглядывая в открытую, лежащую перед ней книгу. В традициях гимназиста было перед началом учебного дня всегда повторять урок. Дневник для записывания уроков. Это дневник за 1903-1904 год. Александра Янковской, одной из гимназисток Российской империи. Какие, к примеру, могли ей задать уроки? Немецкий язык списать и выучить номер 31. А вот по закону Божьему повторить прежний урок. Повесть «Детство Тёмы» стала литературным дебютом инженера Николая Георгиевича Михайловского. Он взял псевдоним Гарин. По домашнему имени своего сына Георгия получилась Гарин папа. Так же, как и его маленький герой, писатель окончил гимназию в Одессе, институт путей сообщения в Санкт-Петербурге, стал инженером, строил железные дороги. Писатель ушел из жизни в 1906 году. Тогда его сыну Георгию было только 16 лет. И все, чему учил его отец, чему напутствовал его, осталось в книгах. Эти книги Георгий не выпускал из рук и возвращался к этому вновь и вновь. Напутствовал отец и маленького Тёмы. Тебе труднее будет, жизнь все сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уж не годится. Мы росли в военном мундире, и вся наша жизнь в нем сосредотачивалась. Мы относились к нему, как к святыне. Он был нашей честь, нашей славы и гордость. Мы любили родину, царя. Теперь другие времена. Отец поднялся и уставил холодные глаза в сына. Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба. Наступил 1917 год. Февральская революция. Свержение монархии. Власть в руках временного правительства. Нарастающие противоречия. Кризис временного правительства и его арест. Гражданская война. Образование нового государства. Первого в мире государства рабочих и крестьян. Все стремились вперед к светлому будущему. Как скользкие улицы отвратные. Какая стыдь. Как в эти дни невероятные. Противно жить. Лежим оплеваны и связаны по всем углам. Плевки матросские размазаны у нас по лбам. Результатом революционных потрясений стали многочисленные жертвы. Россия потеряла 10 миллионов человек. Дети остались на улице. Не цветочки вянут в поле от осенних холодов. Вянут, вянут в злой недоле. Дети сел и городов. Сестры, матери, учитель, продовольственник и ткач. Стройте детскую обитель. Прекратите детский плач. На Старопетерговском проспекте в Ленинграде среди сотен других каменных домов затерялось облупившееся здание, которому после революции суждено было превратиться в республику Шкит. До революции здесь помещалось коммерческое училище, а потом оно исчезло вместе с учениками и педагогами. Многие подростки во время революции, голода и гражданской войны растеряли своих родителей и сменили семью на улицу, а школу на воровство, готовясь в будущем сделаться налетчиками. Нужно было немедленно взяться за них, и вот сотни и тысячи пустующих полуразрушенных домов снова приводили в порядок для того, чтобы дать кров, пищу и учения маленьким бандитам. Подростков собирали всюду. Их брали из нормальных детдомов, из тюрем, из распределительных пунктов, от измученных родителей, из отделений милиции, куда приводили разношерстную беспризорщину прямо с облавы по притонам. Заведующий школой суровая фигура, грозные брови, пенсне на длинном носу и волосы ежиком. Начало педагогической деятельности Виктор Николаевич начал далеко. О днях своей молодости он всегда вспоминал и рассказывал с любовью. Воспитанники боялись его, но скоро изучили его слабые истории. Он любил петь и слушать песни. Часто, запершись во втором этаже в зале, он садился за рояль и начинал распевать на всю школу стень Куразина или дни нашей жизни. Вероятно, поэтому, как-то раз, будучи в хорошем настроении, он вошел в класс. И что-то все время мурлыкал под нос. Какой-то боевой мотив. Он походил по классу, осмотрел стены и согнувшиеся фигуры воспитанников, и вдруг, остановившись перед партой, сказал, а знаете, ребята, нам следовало бы обзавестись своим школьным гимном. А герб у молодой республики Шкит, у этой замечательной школы, уже был. Его придумал тоже Виктор Николаевич. Он изобразил подсолнух. И подобно тому, как подсолнух поворачивается к солнцу, также и семечки подсолнуха ученики школы должны были поворачиваться, по его мнению, вслед за знаниями. Однако перед педагогами стояла очень сложная задача. Не только дать образование и воспитать юных беспризорников, но и противостоять их порой диким реакциям. Ведь они могли по любому ничтожному поводу устроить настоящий бунт. Как стадо диких животных взметнулось со школы, сразу везде погасло электричество и началась дикая расправа. В темноте по залу метались ревущие толпы, застегнутых врасплох. Халдеи, это учителя, оказались окруженными. Их сразу же смяли, подставляли ножки, швыряли в голову книгами и чернильницами, били кулаками, дергали во все стороны. Напрасны были старания зажечь свет. Кто-то вывинтил пробки, и орда сатанелых шпаргонцев носилась по школе, сокрушая всех и все. Стонала в темноте на кухне кухарка, гремели котлы. Это наиболее предприимчивые и практичные ребята решили воспользоваться суматохой и грабили остатки обеда и ужина. Наконец, воспитатели не выдержали и отступили в канцелярию. Нужно было сменить тактику. И заведующий ее сменил. Власть народу. Именно так называется одна глава из книги Республика Шкит. «Больше свободы» было дано ребятам, и они сами руководили своей школой вместе с учителями. Школа просуществовала недолго, всего пять лет. Но два выпускника, Белых и Пантелеев, написали автобиографическую повесть о своей жизни в школе. Они написали о взаимовыручке, о дружбе, о вере в свои силы. Не унывайте и вы, дорогие друзья, и читайте хорошие книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok